Итак, сегодня россияне, а также жители стран СНГ отмечают 70-ю годовщину Великой Победы, Победы Советской Армии и Советского Народа над нацистской Германией. На главной площади Махачкалы выстроились участники военного парада. На тротуарах тысячи махачкалинцев и гостей столицы. Главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Они заняли почетные места на трибунах. В параде принял участие глава республики Рамазан Абдулатипов, представители депутатского корпуса, члены правительства, а также гости из разных регионов страны. О том, как все было, расскажут наши корреспонденты. Они сегодня с утра находились в самой гуще событий. Им слово. Они построились по-военному быстро. Каждый расчет по стойке смирно. Это значит, что республика готова встретить один из самых главных праздников года – юбилей Победы Великой Отечественной войне. Особую торжественность придают звуки военно-духового оркестра пограничного управления ФСБ России. Пешие колонны с дружным строем идут по площади. Это кадеты Дагестанского кадетского корпуса имени Героя России генерал-полковника Трошева, кадетского морского корпуса имени Магомеда Гаджиева, курсанты, представители детских, молодежных и патриотических общественных объединений, студенты и школьники. Принимает торжественный парад глава республики Рамазан Абдулатипов. Он поприветствовал ветеранов войны и вручил цветы почетным гостям, а потом поздравил дагестанцев с этой особой датой. Дорогие ветераны, еще тысячу раз, дорогие наши ветераны, мы отмечаем 70-летие Великой Победы. Мы только что смотрели парад на Красной площади и слушали выступления Верховного Главнокомандующего Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы все это воспринимаем с величайшей гордостью, с величайшей благодарностью и с величайшей скорбью. Потому что Советский Союз, Советский народ, Русский народ, Россия сыграли основную роль в достижении победы над немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая главный праздник нашей страны, 9 мая главный праздник нашей Родины, нашего народа. Прежде всего, мы сегодня должны поблагодарить наших ветеранов, всех, кто отдал свою жизнь, всех, кто рисковал свою жизнью ради нашей общей победы. В митинге, посвященном празднику, приняло участие все руководство Дагестана, ветераны войны. В годы Великой Отечественной, по данным военных комиссариатов, из городов и районов Дагестана, было призвано в армию и на флот 126 432 человека. Кроме того, до начала войны в кадровых частях армии и военно-морского флота служили 16 тысяч дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск. Таким образом, на фронтах Великой Отечественной участвовало свыше 142 тысяч дагестанцев. Бессмертные подвиги наших земляков на фронтах войны. Десятки тысяч сыновей всех народностей республики награждены орденами и медалями. 57 дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Двое Героя России, семь человек, стали кавалерами Ордена Славы всех трех степеней. Мы пообщались с фронтовиками, теми, кто в годы войны ценой своей жизни защищал страну от фашистов. Многие из них ушли на фронт, когда им не было еще и 18 лет. И все, как один, уверены, что не могли проиграть эту войну, ведь на кону было слишком многое. Победа обеспечена была своим народом, молодежью, которая была подготовлена перед Великой Отечественной войной. В Советском Союзе был великий советский патриотизм, дружба народов, мощь нашей армии. Вот это победила в этой войне. И умели руководить страной во главе Иосифа, Иосифовича Сталином. Вот это помогло. На этом празднование Дня Победы не закончилось. Ветераны вместе с колоннами двинулись в сторону памятника воину-освободителю. Но там их уже встретит моя коллега Раиса Атлию Супова. Я передаю ей слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова